Незадолго до смерти Виктора Львовича Корчнова, я пригласил его на интервью в Киев, он прилетел из Цюриха, уже очень старенький, но удар держал, мы потом после интервью пошли в ресторан, говорю, что Виктор Львович, он говорит, селедку, картошку, лук и водку. И вы знаете, я его спросил за столом, помню, Виктор Львович, что отличает вообще настоящего шахматиста, шахматного гения, великого шахматиста от всех остальных людей? Он сказал, умение заглянуть, он подумал, да нет, не только в будущее партии, но вообще в будущее. Вот я хочу спросить вас, как великого шахматиста, шахматного гения, одного из самых великих шахматистов за всю историю шахмат. Если попытаться заглянуть вперед, все хорошо будет? Ну, вот, я вспоминаю фильм «Бег». Булгаков. Булгаков, да, 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 генерал Слащева, ну, там, Хлудов, как бы, ну, Слащева реально. Когда хорошо начал солдат, но плохо кончил. Вот все было хорошо, кроме последнего слова, а будет ли все хорошо? Вот сразу весь вопрос, сразу как-то он становится чуть ли не к военовски, может. Ну, конечно, хорошо не может быть, ровно потому, что это бессмысленный совершенно термин, употребляя вообще к тому миру, в котором мы живем. Я прошу прощения, мне Жванецкий когда-то сказал, он говорит, я пришел на привозы, там в местных рядах мужик говорит, Миша, иди сюда, ты мне скажи, хорошо будет? Я ему ответил, хорошо уже было. Хорошо уже было. На самом деле, значит, как бы, какие-то вещи, мне кажется, они, они, вот, они достаточно, я повторяю, слово очевидно, может, плохое, но вот мне кажется... Меня мы интересуем, Украина. Украина выиграет войну в следующем году, никаких сомнений в этом у меня нет. Украина выиграет войну, Украина освободит все территории, украинский флаг будет развиваться в Севастополе. Для меня в этом сомнений никаких нету, все идет к этому. В следующем году? В следующем году, да, конечно. В следующий год будет решающим, это хорошая новость, но при этом она и трагическая, потому что война тянется гораздо дольше, чем она могла бы длиться. А вот что будет потом, что будет, скажем, в России, что меня, конечно, тоже сильно интересует. Да и, кстати, Украину тоже должны это интересовать, потому что Россия же никуда не денется, она же там, в общем, даже если она начнет распадаться, то не факт, что это хорошо. Это кому-то кажется, что Россия разлетится в дребезги и все будет хорошо. У меня не факт, что имея на там 5-6 или там десяток государств поменьше размеров с ядерным оружием, причем, скорее всего, с диктатурами, далеко не с демократией, что это хороший вариант, на самом деле. Не только американцы должны этого бояться, но, имею в виду, соседи тоже, потому что это все, это пороховая бочка получается. В этом плане, чем больше костяк российских территорий останется как бы в одном целом, тем больше шансов, что победит здравый смысл. Потому что, ну, не будет раздоля региональных баронов, то есть, на самом деле, те, кто быстро захватит власть, да еще есть и это ядерным оружием, начнет торговаться так же, как там торгуется, там, Ким Чан Ин, сидящий там на бочке с ядерными отходами. Поэтому, мне кажется, дальше начинается много разных событий, потому что это уже большая геополитика, это вопрос, кто будет президентом США. Да, вот, ну, здесь, если бы я знал, конечно, то мог бы сейчас сделать ставки, конечно, но, опять, здесь я не знаю, где мои способности анализировать трезво вступают в конфликт с моими предпочтениями. Вот, здесь довольно сложно, потому что всегда трудно делать предсказания, когда тебя это непосредственно касается. Хорошо так вообще говорить о чем-то там далеком. Вот это случится там на Тау-Кита, на планете, если там Высоцку вспоминать. Вот, или там, когда там американские аппараты долетят до там Урана, или там куда сейчас они долетят, они там, они должны определить, там, есть ли там еще одна планета в Солнечной системе, которая оказывает влияние, там, за Плутоном находится, на остальных. Вот, это научные факты. А вот то, что касается нас с Вами, мы, знаете, как говорится, мы должны действовать. Судьба же это не вопрос удачи, хотя удача тоже имеет значение, но это вообще во многом вопрос выбора. И придется многим делать самый разный выбор. Украине в этом плане проще, потому что Украина выбор сделала, и Украина за этот выбор платит. И, соответственно, я думаю, что судьба, она будет благосклонна к Украине после всех испытаний, трагедий. И Украина, конечно, станет, ну, уже сегодня стала символом борьбы за свободу в мире, а в итоге станет, вот что-то про витрину говорили, да, вот это будет, это будет маяк демократии, на самом деле. Потому что демократия, что ли, щедро политая кровью, как бы, вот если Джефферсон вспоминать уже, древо свободы должно поливаться кровью. Вот при всей такой, ну, кошмарности вот этого, вот это вот, если сравнивать с сегодняшним днем в Украине вот этого сравнения, то это все равно, как говорится, это реально есть. И никто не понимает лучше цену свободы сегодня, истинной свободы, чем украинцы, которые платят за нее абсолютно самую высокую цену в мире. Поэтому, да, после победы Украина станет действительно важнейшим, мне кажется, таким геополитическим плацдармом свободы. Более того, я надеюсь, что эта победа даст толчок делу свободы по всему миру. Другое дело, опять, одного толчка мало, нужна еще масса. Здесь нужна американская масса, европейская масса. К сожалению, пока мы видим, что эта масса достаточно аморфна. И Европа, ну, по определению не может играть роль лидирующая. Америка должна все-таки найти все силы вернуть вот это геополитическое лидерство. Поэтому надо прекратить там извиняться за то, что случалось раньше. Вот это все эти обамовские вот эти причитания о том, что Америка что-то не так делала. Надо вернуть себе вот идеологическое лидерство. Тем более, что к этому есть все предпосылки. И тогда мне кажется, что мир идет вперед. На самом деле мир-то развивается. Тогда мы мечтали о полетах в космос. Они тоже сейчас есть, но найдены были другие вещи. Совершенно необычные. То есть мир-то сегодня... Интеллект, слушайте, революция. Абсолютно. На самом деле столько происходит интересного. Причем важно опять, что, мне кажется, мы сегодня поняли за последние годы. Наверное, трагедии необходимы. Трагедии, войны, пандемии необходимы, чтобы человечество понимало вообще ценность каких-то вещей, которые уходят на периферию сознания, когда все хорошо. Вот что все хорошо, когда уже прослабились. Что только свободный человек может творить по-настоящему и менять мир. Пандемия пришла из Китая. Не будем говорить, откуда, из лаборатории или нет, но из Китая ушла. Они лгали, они обманывали. В итоге, как говорится, мы все заплатили огромную цену как человечество. А вакцину сделали свободные люди. В Америке сделали. А Китай до сих пор не может нормальную вакцину сделать. Ну, про российскую мы уже не говорим. Не брать спутник или как оно называется. Значит, все пользуются вакцинами свободного мира. И видно сейчас, в принципе, вот даже в этой страшной войне, видно, как отличается оружие, сделанное людьми в свободном мире, против оружия, которое делают вне свободном мире. И как воюют люди, которые знают, за что они воюют, с теми, кого посылают как фактически крепостных воевать. И так же с искусственным интеллектом, со всем остальным мир развивается, и это делают свободные люди. И мне кажется, вот этот комбинированный эффект вот этой пандемии, войны в Украине и неизбежной, я считаю, победы Украины в этой войне, это задел на будущее наше. А как мы им распорядимся, ну, вот у нас будет капитал. Как используем советский штамп прогрессивного человечества, у нас будет капитал. А как мы его инвестируем в будущее, это уже наше дело. И даже не столько нам, сколько нашим детям и нашим внукам придется платить по этим счетам. Ну, мы еще тоже, я надеюсь, поучаствуем. Поучаствуем, безусловно, да. Мы же должны вложить будем этот капитал. Чтобы все-таки у них были какие-то купоны на будущее. Да.